Всем привет, вы на канале Сергей Гончаренко и в сегодняшнем видеоролике я хотел бы вместе с вами посмотреть и разобраться с смартфоном Xiaomi Redmi Note 8 Pro, что это за зверь. Я им успел попользоваться достаточно продолжительное время, насколько это возможно, поэтому сейчас я хочу вам рассказать, что из себя представляет этот смартфон. Это действительно очень, так скажем, интересный и хайповый нашумевший смартфон. Почему? Потому что, во-первых, это бюджетный сегмент считается, может быть средний бюджетный сегмент, куда установили 64-мегапиксельную камеру. Первая 64-мегапиксельная в смартфонах, именно в этом смартфоне. 4 модуля камеры, батарея на 4500 мАч, игровой процессор MTK, не Snapdragon, что интересное такое решение установить такой вот процессор. Есть NFC, беспроводной модуль для бесконтактной оплаты. То есть, ну, смарт очень-очень интересный и самое главное то, что он из недорогих. Так что, если вам интересен данный видеоролик, заваривайте себе чай, кофе, делайте печеньки, если вам так нравится. И давайте более подробно рассматривать, что же это за зверь и стоит ли он своих денег. Redmi Note 8 Pro. Итак, это глобальная версия смартфона. Китайскую брать я вам не советую, хотя реально можно сэкономить на этом. Но в китайской версии у вас не будет рабочего NFC, в принципе, можно заставить работать его потом, позже. Но это очень геморройно, долго и нет гарантии 100%, что это все получится и заработает. Ну и второе, то что в странах, в некоторых странах, в частности в России, нет нужных 4G частот. Поэтому не будет у вас работать 4G. Не у всех операторов, но может такое быть. Поэтому рекомендую чуть-чуть переплатить, чтобы у вас уже работало все и была глобальная версия. Давайте посмотрим на комплект поставки. Сейчас смартфон сам, конечно же, в комплект поставки входит. Вот он. Силиконовый чехол, о нем чуть-чуть позже мы поговорим. Здесь находятся документы и скрепка для изъятия SIM-лотка. Type-C кабель. И зарядное устройство, кстати, это уже быстрое зарядное устройство с параметрами максимальными 12 вольт, полтора ампера. Соответственно, это 18 ватт. По поводу комплектного чехла. И вы знаете, это первый чехол за последнее время, который поставлялся в смартфонах Xiaomi, по крайней мере, в бюджетных смартфонах, который можно действительно носить и не переживать ни за что. Почему? Потому что он стал значительно плотнее. Заглушки здесь стали адекватные. Они и закрываются, и открываются, и еще держатся на своих местах. Плюс ко всему, есть усиление на рамке, на торцах, на боковушках, на углах. И это действительно чувствуется. Здесь более жесткий силикон. Плюс сам по себе он поплотнее. И сами рамки, точнее сам чехол возвышается над дисплеем, что тоже есть хорошо. И вполне реально, даже если вы наклеите защитное стекло, то чехол будет либо вровень, либо даже выше. Это очень удобно. Проверить это можно легко и просто. Кладем просто на ровную поверхность смартфон. И видим, что он лежит именно на чехле, на бортиках чехла, не на защитном стекле. Поэтому вот эти вот чехлы становятся более или менее адекватными, и их можно использовать. Но есть небольшой нюанс, и это только в этой модели, потому что в других моделях может такое не быть. И я знаю, что нет такого. Но здесь нюансы за выступающей камерой. Чехол не покрывает камеру. Буквально на 1 или полмиллиметра он не покрывает. Что естественно неудобно. Ну неудобно это ладно, конечно же. Но смартфон будет, точнее камера и ободки камеры будут царапаться, если класть смартфон вот таким вот образом на стол или на любую ровную поверхность. Я взял смартфон в черном цвете, точнее правильно он идет как Mineral Grey. Вы сами видите, не глубоко черный, а под прямыми лучами он естественно получается светло-серый с переливами. То есть точнее темно-серый с переливами. Также существуют версии по цвету белый, тоже с переливами. Очень классный цвет. Вот реально рекомендую. Кто не видел, можете сначала пойти посмотреть. Цвет мне очень понравился, очень зашел. На момент покупки был только черный. Такого цвета еще не было, поэтому я не смог заказать. Сейчас уже есть, заказывайте тот, который хотите. И есть зеленый, тоже симпотный, тоже неплохой, но мне зашел больше всего белый. По версиям памяти есть в продаже сейчас глобальная продается 6.64 и 6.128. Также, насколько я слышал или знаю, что вроде бы существует еще версия 8, кажется 128. Если я не прав, поправьте в комментариях. Их может быть и 8,256. По материалам корпуса. Смотрите, все примерно так, как и в предшественнике Redmi Note 7. Задняя крышка стекло, передняя часть стекло и боковая рамка это пластик. Хотя, собран очень достойно, никаких претензий к этому нет. К сбору выглядит, в принципе, может быть, вы и не сразу поймете, что это пластик. Потому что выглядит реально как металл. Но это действительно пластик. Что по разъемам и коммуникации. Здесь, я так скажу, Xiaomi пользователям угодило более чем. Потому что здесь есть все, что нужно и все, что просили. Итак, Type-C есть. 3,5 мм джек есть. Здесь у нас расположен еще микрофон динамик. На правой боковой грани кнопка питания и качелька регулировки громкости. И плюс, смотрите, здесь у нас есть инфракрасный порт и еще один микрофон для шумоподавления. В общем, дополнительный микрофон. Ну и небольшой минус, который хотелось бы, конечно же, исправить. Это лоток для сим-карт. Он комбинированный. И сюда одновременно можно установить либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти. В идеале, конечно же, нам бы хотелось иметь тройной слот, куда установить можно две сим-карты и карту памяти одновременно. Плюс на лотке под сим-карты у нас есть дополнительная прокладка, которая защищает от попадания пыли и влаги внутрь смартфона. Ну и, соответственно, на рендерах мы видели, как за смартфоном говорили, что он защищен от влаги, от попадания капель, а именно там дождя или брызг. Также, если сравнить габариты этого смартфона, то он значительно больше, выше и шире, чем смартфон Redmi Note 7, либо же Redmi Note 8. Но он не просто больше и шире, он также имеет дисплей больше. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, так это его дисплей. А дисплей здесь IPS, диагональ дисплея 6,53 дюйма. В целом, если охарактеризовать сам дисплей, то он действительно качественный и мне он нравится. Если сравнивать с Redmi Note 7, то здесь дисплей, мне кажется, получше будет. Мне больше нравится цвет, насыщенность цвета и чуть больше запас яркости. В обязательном порядке, конечно же, я планирую сделать сравнение этого смартфона с Redmi Note 7 и Redmi Note 8. Так что, кому интересно, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, все это будет. А также на очереди еще сравнение с Mi 9T. Я думаю, тоже более-менее логичное сравнение. По дисплею сейчас давайте посмотрим вот эту максимальную яркость, сейчас минимальную. Ну, минимальная, как вы знаете, в Xiaomi всегда без проблем. Иногда не у всех хватает максимум, но я так скажу, что значительно лучше IPS-дисплей от многих своих аналогов. Если брать по защитному стеклу, то установлена Gorilla Glass 5. За время использования использовал я его без стекла, а это больше месяца. И что я могу сказать, за чуть больше месяца использования я не вижу на стекле никаких царапин, хотя я не использую никакую защиту на экране. По поводу самого дисплея, что хочется сказать. Конечно же, у нас присутствует темный режим. В цветах и в контрасте мы можем использовать теплый, холодный, стандартный, либо же выбирать по палитре, какой вам больше нравится. Ну, стандартный, более-менее адекватный. А там дальше устанавливайте, что вам больше нравится. И обратите внимание на рамки. Они здесь стали значительно меньше, чем в предшественнике Redmi Note 7. Опять-таки, сравнение в ближайшем будущем это выйдет. Особенно, если учитывая нижнюю рамку, она стала меньше, боковые рамки чуть меньше. И колоссальные изменения в вырезе. Здесь он стал меньше, аккуратней, красивее. Как-то смотрится значительно гармоничнее, нежели не вот такая вот большая капля. Индикатор уведомлений в этом смартфоне присутствует. Находится он в верхней части. Все как и положено, в отличие от Redmi Note 7, где был в нижней части. Это белый одноцветный датчик. И по поводу датчика приближения, то здесь, по крайней мере, у меня полный порядок. Сколько я не тестировал, всегда датчик реагировал на приближение и отдаление. Всегда блокировал дисплей и всегда разблокировал дисплей тогда, когда это было нужно. Поэтому претензий никаких к этому нет. Один из самых интересных моментов в данном смартфоне – это его железо. Не просто интересных, а еще и спорных. Зачем Xiaomi в свой смартфон установили процессор MTK? Давайте посмотрим, что же все-таки здесь за процессор. А здесь используется MTK Helio G90T. Полностью полное название 6785T. Итого, мы имеем 8-ядерный смартфон, который работает на 6 ядрах Cortex-A55 и 2 ядрах A76. И это 12-нанометровый техпроцесс. В итоге мы имеем еще графический ускоритель от Mali, естественно, а именно G76. У меня версия 6.64, есть также версия 6.128, ну и возможно там 8.128 или 8.256. В целом, несмотря на то, что это MTK, железо достаточно мощное и производительное. Если взять бенчмарки, то смотрите, в Antutu, вот он набирает, Antutu 8 версии, 275,5 тысяч баллов. То есть это хороший результат. Если его сравнивать с Snapdragon, то это аналог Snapdragon 730. 730, а 730 новый хороший процессор. Единственное, конечно же, что по процессорной части они примерно равны, а по графической части MTK и Redmi Note 8 Pro значительно выходят вперед. Что, соответственно, получается для графических интерфейсов, для игр особенностей, этот смартфон будет более подходящим, нежели Snapdragon 730. А также по памяти. Как мы помним, в среднем сегменте память всегда использовалась eMMC. Это менее скоростная память, а здесь уже установлена память UFS 2.1. И здесь действительно быстрее работает смартфон, запускает, открывает, закрывает приложение, нежели его собратья Redmi Note 7, Redmi Note 8. Если же затрагивать тему игр, то здесь практически все игры работают либо же на максимальных, либо на ультра настройках, что просто замечательно. Исключения составляют World of Tanks, но они именно исключения, я более чем уверен, это временно. В чем суть или в чем нюанс? Нюанс зависит не знаю точно от чего, возможно от карт, потому что на одной карте работает отлично, на второй отлично, на третьей иногда случаются просадки. Возможно еще какие-то нюансы есть, если вы знаете, пишите об этом в комментарии. Я более чем уверен, что это программная часть в адаптации смартфона к игре. То есть либо игра, либо приложение самого, ПО самого смартфона поправит и все будет хорошо в ближайшем будущем. Итого, что мы имеем в танках 50-60 FPS, на самых максимальных настройках можно играть в этом смартфоне. Это круто, просто круто. Но вот в некоторых картах и в некоторых ситуациях у меня FPS проседал до 20 FPS. Конечно же при 20 FPS уже играбельным называть тяжело, но все же, все же играть можно, потому что случаются лаги не всегда. Все остальные игрушки, например PUBG Mobile, максимум, почти самый максимальный уровень, можно выставить и смартфон отлично играет и не 5, и не 10, и не 20 минут. Вот у меня есть игровые тесты, и там я играл штук 5 или 7 игр подряд, и занимало это пару часов, и смартфон работал просто замечательно. И к этому претензий у меня никаких нет. Call of Duty точно так же работает без рывков, все отлично, все классно, все плавно. То есть можно играть, можно прицеливаться, можно стрелять без проблем. Игры по типу Asphalt 8, 9, Need for Speed тоже работают все отлично, классно, все хорошо. По поводу троттлинга. Да, троттлинг здесь действительно есть, и он есть в практически любом смартфоне, есть лишь разница по его уровню. И здесь уровень невысокий, а именно 15-18%. Это немного, но и не сильно мало, потому что Snapdragon 730, там троттлинг вообще минимальный, там до 10%. А если брать 660, там бывают троттлинги до 50%. Поэтому я хочу сказать, что здесь с этим полный порядок. Да, действительно троттлинг есть, и его можно определить лишь в приложении, например, CPU Trotting Test после 20-минутной непрерывной максимальной нагрузки. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что в игрушках троттлинга незаметно, потому что играл я около двух часов подряд в разные игры, а потом еще запускал и троттлинг тест, и все это вкупе, я никаких тормозов, лагов по торможению не замечал. Если вы сейчас вспомните World of Tanks, они были самые первые, поэтому смартфон еще не успел так сильно разогреться и из-за этого лагать. Нет, это программная часть, потому что я запускал его не раз, я запускал один, два и три раза в разное время, и это никак не влияло. В итоге по производительности отлично, полный порядок, лишь с маленькими нюансами, которые, может быть, в ближайших обновлениях это исправит, и этого не будет. Ну и нагрев при этом всем незначительный, его чувствуешь, конечно же, и на дисплее, и на задней крышке, но он не колоссальный. Дискомфорта при игре, например, или использовании смартфона не приносит. Плюс ко всему, здесь специально для этого же смартфона и процессора установили дополнительное охлаждение, поэтому знали о данной проблеме, и я думаю, что здесь все прекрасно понимают, о чем идет речь. Следующее, о чем мы поговорим, это программная часть, здесь есть что сказать и о чем сказать. Смотрите, смартфон приходил уже изначально на Android 9, и при том, как я включил смартфон, обновление первое же сразу пришло, я его обновил, и сейчас мы используем глобальную версию 10.4.5, стабильная глобальная версия 9 Android. Смартфон работает достаточно плавно, никаких тормозов, никаких зависаний я как бы не обнаружил, меня здесь все устраивает. Но есть некоторые минусы, которые не понравятся, я думаю, многим, и мне в том числе. Первое, что мне не понравилось, это в новых смартфонах от Xiaomi начали устанавливать гугловскую звонилку и сообщения. Вот они, смотрите, гугловская звонилка и гугловские сообщения, что не есть очень гуд, по крайней мере для меня. Почему? Потому что, во-первых, это привычка, а второе, в гугловской звонилке нет записи разговоров. Почему так получается? Ну, как эту информацию, которую я успел достать, или то, что я успел прочитать, то, что после девятой версии Android у всех новых смартфонов нет записи разговоров, просто-напросто из-за того, что, во-первых, Google это не разрешает, это раз, а во-вторых, если даже вы сами будете устанавливать сторонние приложения для записи разговоров, этим приложениям нужны рут-права. Естественно, вам нужно будет сначала получить рут-права, и только потом вы сможете делать запись разговоров. Поэтому во множестве случаев придется забыть о записи разговоров, ну, по крайней мере, пока, а может быть и навсегда, о чем я, конечно же, подозреваю. По части связи. Что хочу сказать? В глобальной версии 4G, 3G работает все хорошо, у меня нигде связь не пропадала, ловила стабильно, интернет работал, 4G работает. По поводу Wi-Fi, есть здесь поддержка 2.4.5 ГГц, Bluetooth версия 5.0, также здесь присутствует, в настройках есть возможность выбора IPTX и IPTX HD, но выбрать его некак, то есть оно есть, но не выбирается. Не знаю, в чем проблема, в программной части, не в программной части, возможно, это изначально так задумано, но оно не выбирается. Поэтому, если кто знает такой вот нюанс, напишите в комментарии, будет интересно почитать и мне, и вам. Ну и плюс ко всему, есть здесь из дополнительных фишек, которые, ну, для многих очень-очень важны, это NFC и бесконтактная оплата. Да, здесь есть Google Pay, поддерживается добавление карты, бесконтактная оплата. Поэтому это плюсик в среднеценовом сегменте, в среднебюджетном сегменте у нас появился NFC, поэтому пользоваться этим можно, это удобно и классно. Следующее, что здесь интересно, так это камера. Ну, во-первых, то, что здесь 4 модуля используются, во-вторых, то, что здесь первый 64-мегапиксельный модуль. Ну, давайте по порядку. Из четырех модулей, первый 64-мегапиксельный, диафрагма f1.8, это модуль от Samsung. Второй, это широкоугольный, ультраширокоугольный модуль 8-мегапиксельный, диафрагма f2.2. Третий, это 2-мегапиксельный модуль, диафрагма f2.4 для определения глубины резкости и для портретного режима. И четвертый модуль, это тоже 2-мегапиксельный, диафрагма f2.4 макро. Если говорить в общем по камере, камера, опять-таки, мне понравилась, она зашла очень и очень даже. Эти же 64-мегапикселя здесь, ну, многие кричали, я сам первый кричал тоже в Redmi Note 7, что это 48-мегапикселей был маркетинг. Ну, отчасти это, конечно же, так, но 64-мегапикселя, действительно, разницу видишь. Обычные 16 или же 64. Когда делаешь 64-мегапикселя, особенно при хорошем освещении, это все можно максимум зумировать и максимум получать детали. Но при этом есть нюансы. Нюансы в чем? Потому что она на доле секунды дольше сохранять может фотографию. И вес фотографии у нас составляет 20-30 мегабайт. По сравнению с обычной фотографией, где вес составляет до 10 мегабайт, здесь у нас в 3, иногда в 4 раза будет фотография больше. По широкоугольному объективу, в принципе, да, он звезд с неба не хватает, но мне нравится то, что здесь присутствует. Иногда можно вытянуть необходимые, важно, интересные кадры. Давайте посмотрим вот широкоугольный режим, стандартный и зум двухкратный. Как работает здесь зум? Зум здесь работает через основную камеру с помощью кропа. Но с помощью этого зума можно снимать также и видео, что немаловажно и интересно. Плюс нововведение или фишка, то, что здесь присутствует макро-режим, вот здесь вот цветочек, и смартфон очень-очень близко, буквально впритык за 1-2 сантиметра от объектива, и он может навести резкость. Если уже будет достаточно далеко, резкость он не наводит. Второй вариант, что 2 мегапикселя, конечно же, маловато, хотелось бы побольше, но в итоге для соцсетей этого достаточно, и можно получить прикольные, красивые, интересные фотографии. В целом, по камере, что из дополнительных возможностей мы имеем? HDR, конечно же, искусственный интеллект, портретный режим, украшательства. В портретном режиме, кстати, можно диафрагму выбирать, степень размытия и до съемки, и уже после съемки. Так что с этим вообще заморачиваться даже никак не стоит. Что сказать по поводу съемки видео? Большой плюс, что опять-таки в новых смартфонах от Xiaomi снимать видео можно хоть на широкоугольный модуль, хоть на обычный, хоть на двухкратный зум. Да, это действительно круто, классно, но есть нюансы, например, широкоугольный объектив, он не такой широкий, как на фото. По поводу разрешений, например, если это будет широкоугольный объектив, то мы можем максимум 1080p 30fps, 720p 30fps. Если это обычная камера стандартная, то мы имеем здесь 1080p 30fps, 1080p 60fps, 4K 30fps и 720p 30fps. Самый оптимальный режим 1080p 30fps, потому что только здесь работает электронная стабилизация. В других режимах не работает стабилизация. Двукратный зум, точно такие же результаты. Конечно, не знаю, зачем здесь 1080p 60fps и 4K 30fps, но стабилизация, опять-таки, работает только 1080p 30fps. В целом, видео здесь ничем не примечательно, оно примерно на уровне своих собратьев. Также присутствует замедленная съемка. Замедленная съемка здесь почти как флагманская, 960fps, правда, при разрешении 720p. Есть и другие варианты, а именно 120 и 240fps. Будут вопросы по поводу Google камеры. Сейчас адекватного хорошего модуля под этот смартфон нет. И я надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки умельцы сделают и под него модуль, потому что потенциал камеры достаточно неплохой. Фронтальная камера здесь на 20 мегапикселей с диафрагмой f2.0. Что хочу сказать по поводу фронтальной камеры, то фронтальная камера здесь тоже неплохая. И мне она понравилась тем, что, ну, во-первых, разрешение, неплохая детализация, тоже нравятся режимы, вполне рабочая, обычная фотография есть, поддержка HDR. Смотрите, сейчас присмотреться даже по детализации, очень хорошо детализировано. Хотя освещение здесь не максимальное, не идеальное, но даже можно взять здесь контровое освещение, вот один софтбокс, а здесь второй софтбокс. Также здесь и работает и портретный режим, который вполне адекватно работает. Все вместе это может работать с искусственным интеллектом, степень размытия точно так же, вот с помощью открытия и закрытия диафрагмы мы можем регулироваться даже видно в реальном времени. Ну и вот фотография сделанная, правда, выражение лица у меня не супер, но и того, то, что делает данная камера, учитывая даже эту цену, это просто супер. Звук. Вот что, о чем хочется поговорить, о звуке, то здесь, смотрите, через внешний динамик, вспомните презентацию, кто не смотрел, может здесь там так намекали, на то, что здесь очень громкий динамик внешний. Да, действительно динамик громкий, но я думаю, там его переоценили, перехвалили однозначно, там динамиком, динамик задувал свечку. Я не знаю, настолько это правда, я это не пробовал, не испытывал, но по уровню, если хотите сориентироваться, это уровень Redmi Note 7 по громкости и в качестве звучания. Так что здесь не хорошо, не супер хорошо, до уровня Mi 9T не дотягивает однозначно, там классные динамики громкие, мне понравился, но и не хуже остальных. А вот через 3-5-мм джек в наушниках здесь звук мне очень-очень понравился, я достал одни вторые старые уши, старые косы и звук, вы знаете, мне зашел, зашел, действительно классный, качественный, мне понравился и значительно лучше, чем те же Redmi Note 8 или Redmi Note 7. Так что, кто любит послушать музычку, это неплохой бонус для олдскульных наушников проводных. А через Bluetooth, конечно, тоже работает, не столь хорошо, как на флагманах, опять-таки, вопросы по поводу IPTX, IPTX остается, IPTX HD остается открытым, в режиме разработчика его включить можно, он как бы есть, но он почему-то не выбирается из списка доступных. Следующее, о чем мы поговорим, это автономность. Что здесь интересного? А то, что здесь, в отличие от своих предыдущих собратьев, батарея установлена на 4500 мАч. В целом, по автономности, хочу сказать, что это полтора-два дня стабильно активного использования будет работать. Если хотите вкратце и быстренько, то это уровень Redmi Note 7, хотя там 4000 мАч. В чем проблема? В чем суть? Здесь же батарея побольше. Ну, во-первых, здесь дисплей побольше, во-вторых, немножечко прожорливее процессор. Да, в итоге получается у нас где-то 8, от 8 до 10 часов работы дисплея. Я даже успел сделать скрин, что подтверждает, смотрите, 8 часов 39 минут работы дисплея и еще оставалось 26%. Это если в большинстве случаев будет использоваться Wi-Fi, если же будет использоваться мобильная сеть, то там ближе к 8 часам, может быть, может, чуть меньше 8 часов будет. Если преимущественно Wi-Fi, то это приближенная цифра к 10 часов работы дисплея. Если по разряду смотреть, то 1 час YouTube занимает где-то 10-11%. Если это на максимальной яркости, если это игры, то это где-то около 17% разряд батареи за 1 час игр. По поводу зарядки. Смартфон поддерживает быструю зарядку Qualcomm QX 3 и 4 версии, что очень-очень хорошо. В комплекте также идет зарядный блок 18 Вт и за 30 минут смартфон заряжается на 34%, за 60 минут на 67% и 100% занимает 2 часа 4 минуты. У кого какие показатели, делитесь в комментариях. Но если хотите зарядным устройством зарядить чуточку быстрее, можете использовать зарядки помощнее, которые имеют Type-C разъем и мощность от 30 Вт и выше. И я делал тест, кому интересно, немножечко листайте вниз видео, вы там найдете это все в данном смартфоне полностью тест. Но там мы выигрываем где-то около 10 минут в целом и 5-7% по заряду. Ну, к примеру, за 30 минут он на 5-7% быстрее заряжается, за 60 минут на 5-7% быстрее заряжается, чем комплектное зарядное устройство. Следующее, о чем мы поговорим, это безопасность и разблокировка. В смартфоне есть несколько методов, а именно сканер отпечатка пальцев, которые находятся на тыльной панели и разблокировка по лицу через фронтальную камеру. По поводу сканера отпечатка пальцев, ну, к нему вообще никаких претензий, потому что он работает моментально, молниеносно, быстро, классно и точно. Ну, как и все предыдущие смартфоны Xiaomi и все нынешние, они очень классные от пищи, сканеры отпечатка пальцев работают. Давайте продемонстрируем, работают буквально доли секунды, хватит просто на доли секунды поднести палец. Все. Срабатывает, ну, 99,9%, даже если немножко грязные или влажные пальцы. Дальше он еще может разблокироваться по лицу и что я здесь хочу сказать и здесь точно так же полный порядок. Давайте продемонстрирую, как это все работает. Например, пробуждаем смартфон и он не видит лица, он не будет разблокироваться. Если сейчас увидит лицо, он разблокировался. Еще разок, лица не видит, не разблокируется. Видим пароль, да? Еще разок, лицо не видит, не разблокируется, смотрим на меня, разблокируется. лицо не видит, видит. А теперь сразу, чтобы он видел лицо. Видим. Есть, 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 есть. И хочу обратить ваше внимание, за мной сейчас находятся два ярких источника света, софтбокс с этой и с этой стороны. Они могут частично перекрывать нормальный доступ нормальное освещение к моему лицу. То есть, лицо получается у меня темное, а все остальное сильно засвеченное. И даже в таких условиях он работает быстро. Что же по поводу разблокировки в темном помещении, либо при плохом освещении. При плохом освещении тоже очень хорошо разблокируется, без задержек. Единственное, он чуть-чуть медленнее может работать при отсутствии какого-либо освещения. Практически в полной кромешной темноте. И подсветка будет идти только от дисплея самого смартфона. И даже в таких случаях он работает и разблокируется. На фотографии, на сканы, на другом дисплее, на дисплее ПК, на дисплее смартфона не разблокируется. На любые другие лица, которые я пробовал, не разблокируется. Что же по поводу аналогов и конкурентов. Здесь есть, конечно же, где погулять посмотреть. опять-таки, давайте смотреть. Ноут 8 конкурент, но в некотором случае, да, он хуже, но он и дешевле. Но не то, чтобы колоссально хуже. Следующий Mi 9T. Он дороже, но он и лучше. Там есть за что платить. Mi 9 Lite плюс-минус одно и то же. В чем-то лучше, в чем-то хуже, но практически сравнимые аппараты. Причем Mi 9 Lite немножко дороже. Хорошим конкурентом здесь становится Mi 8, так как он в цене упал и по множеству параметрам превосходит этот смартфон. Хотя в Note 8 Pro есть свои фишки, которых нет в Mi 8 и уже не будет. A50 конкурент, причем конкурент ну так себе хуже, он значительно хуже и при этом еще и дороже. M30s ну плюс-минус, но есть множество нюансов, которые будут хуже, Note 8 Pro. Honor 9X тоже в принципе неплохо, плюс-минус такое же устройство. Ну, если у вас есть какой-то свой вариант, пишите об этом в комментариях. Что же по выводам? Ну, в целом, хотел бы сказать, что вышел очень хороший и годный смартфон, несмотря на всю шумиху, на весь хайп вокруг процессора MTK. как вы видите, да, MTK, да, все хорошо, но он отлично работает и по производительности, в играх, в повседневной работе, мне вообще к этому претензий никаких нет, плюс по автономности, достаточно классный автономный смартфон, ничем не хуже от его предшественников при более производительном железе. А сейчас хочется сказать, дайте ему буквально один, максимум два месяца, чтобы цена упала или просто дождитесь какой-нибудь адекватной цены распродажи и тогда это просто классный, очень-очень классный смартфон выходит за эти деньги. Даже сейчас, даже после недлительного периода, после старта продаж, он находится в очень интересной позиции. По данному ролику у меня в принципе все. Смотрите, как я и сказал, в ближайшем будущем сравнение Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7, Mi 9T, это все будет у меня на канале, а также Redmi 8 и 8A. Все ссылки на вот этот смартфон, если есть желание, оставлю также на Redmi Note 7. Вот он у меня, уже достаточно длительное время, и все обзоры на него также есть, на Redmi Note 8 и на Redmi Note Pro. Redmi Note 8 Pro будут в описании под этим видеороликом. Всем, кому это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь те, кто выбирает себе такой вот смартфон или один из этих, данное видео может быть интересно и полезно. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч!